здравствуйте дорогие садоводы огородники рад приветствовать вас на канале дела огородные связи с тем что мы с вами долго не встречались вот за решили сделать маленькую зарисовку такой небольшой видеоролик по поводу того что мы вырастили в этом году ну и что не вошло вот в основные фильмы которые мы вам показывали вот красная смородина вот обратите внимание вот она есть тут желтые листики вы пишете что желтела ничего страшного плохо поливалась наверное жарко у меня тоже желтеют и вот яркие мелкие видите какие видите эти яркие мелкие вот эта ветка оборвется и на вырезку пойдет вот эта молодая останется тут тоже такая вот смородина красная вот еще куст красной смородицы смотрите какой смородина в этом году мелкая жарко такой тоже старый куст старый ему лет 20 посмотрите уже ветки они старые молодых нет поэтому он наверно скоро пойдет на срезку придется копать новой зажать а вот белая смородина тоже в этом году мелковато жарко она поливать смотрите смотрите вот такая вот смородина вот она груша московская красавица созрела выросла обалденная высота достать невозможно только с вышки обрывай а это вот бессемяновка созревает только в сентябре все это вот на одной уже уши приходится вот обрезать такая вот груши а этот яблоня лоба хорошая яблоня лежит до марта месяца очень вкусная и на этом золдан вот груши видеть два сука два сорта вот третий наклонился яблоки тоже уже созревает это яровая антоновка она привита на рубиновое красное вот посмотрите рубиновое красное яблоко эти замечательно вкусное яблоко и вот сук яровой антоновки эти какие яблоки красивые красивые сочные вкусные рядом вот привита ветка жигулевская на этой же яблони вот посмотрите какие кабачки уродились кабачок якорь вот он весь на месте растет в один ствол и кучкой вот они сколько сколько кабачков обратите внимание 5 кабачков к ряду а это вот тыквочка ну на первый взгляд вроде маленькая на самом деле 35 сантиметров в диаметре дыньки видите есть но они довольно таки маленькие вот вот еще вот еще зеленая лежит дынька вот он арбуз сахарный ждем когда созреет и наверное будем его резать вот она капуста вот какая красивая вот еще вот такая вот такая вот морковка уродилась сажали ее как раз вот на ленте клеили вместе с вами видите какая морковка уродилась крупная ровная вот а я еще расти как минимум две-три недели а это вот как раз лук-порей который мы с вами сажали вместе вот он какой уже вырос довольно таки большой крупной и есть на что посмотреть вот вторая грядка вот смотрите вот смотрите довольно крупный здесь вот правда зачищен мы его еще не продернули но лук уже нормальный стоит большой крупный то что нужно сравнение с рукой довольно таки большой вот такие вот грозди винограда выросли в теплице это черная малина сорт тейбери посмотрите какая крупная но вкус конечно хуже чем у ижевики у настоящей у лесной но все таки вот видите какая крупная густая густая довольно таки много какие ягоды крупные вот видите и вот здесь видите один куст ягод довольно таки много вот это черная малина ну ты тоже хочешь попробовать на тебе как раз здесь не хватало иди на все маша уходи не мешай вот обратите внимание какие ягоды какого размера ягоды сочные вкус такой кисло-сладкий ну как я уже говорил ежевика лесная та которая растет вдоль речки скажем так намного вкуснее здесь же вот и грецкие орехи посмотрите грецкие орехи довольно таки крупные вот смотрите почти с куриное яйцо вот вот ну и достаточно много их здесь на ветках в этом году орехи есть вот посмотрите вот 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 уже рвали пробовали но они еще не созрели поэтому будут висеть допоздна пока сами не начнут облетать вот обратите внимание огурцы сегодня 3 сентября огурцы нормально плодоносит вот они на потолке уже на крыше 50 нормально вот отхожу еще вот они ну листьев желтых много а что делать уже сентябрь вот они видите и вот вот да желтые листья есть обламывайте их и все будет нормально вот посмотрите плите под потолком тут уже вьются неуправляемые я за ними уже не смотрю обламывать поздно да уже и ни к чему сентябрь это я снимаю для тех кто просил чтобы я показал как себя огурцы чувствует уже к осени вот так вот так что не переживайте у кого засохли листья они уже должны засохнуть а вот посмотрите плети завернутые колечком тут уже по четыре по пять колец иначе бы она уже пять раз уперлась в потолок вот посмотрите какие плети видите вот они огурцы еще до сих пор растут цветут еще долго будут расти вот они видите и кольца вот не одна плеть вот я вам могу много показать вот видите вот они огурцы и вот еще плеть молодая растет красивая плеть сегодня четвертое сентября а ягоды вот смотрите выращены из семечка посажены конец февраля начало марта месяца земляника ремонтантная но пока еще не очень крупная и посмотрите это вот земляника садовая которую мы сеяли по весне вместе с вами потом пересаживали на постоянное место сегодня у нас 18 сентября и смотрите есть конечно которые подгнивают мы их удалим потому что сейчас сыро влажно сморфета уйди вот они ягодки это кустики которым первый год многие предлагают садоводы обрывать цветочки сразу чтобы куст формировался но мне стало жалко на самом деле папа у меня тоже приверженец того чтобы в первый год обрывать цветы но мне честно стало жалко мне хотелось чтобы мои детки поели ягодок да и вот сейчас в конце сентября мы как раз таки и будем собирать этот урожай вот георгины которые мы с вами тут сажали вот здесь вот они какие уже выросли это уже остались мелкие крупные были уже мы порвали подарили а это вот то что осталось вот и уйдет в зиму не доводите эти георгины до мороза выкопайте их за день до наступления сильных заморозков мы можем с вами георгины выкопать вместе и убрать на хранение не забудьте подготовить грядки под чеснок скоро нужно будет высаживать чеснок тех кто его рано посадил он может войти и попасть под мороз его нужно сажать так чтобы он успел дать корни но в то же время не вылез из земли дальше не забудьте помазать стволы глиняной болтушкой именно глиняной болтушкой не мелом не известью рецепт я давал уже был ролик я думаю мы увидимся с вами еще не раз мы еще посадим те веточки которые укореняли на абрикосе черешни на розе вот вы пишите много по этому поводу хотите увидеть как она укоренилась и как она растет многие не верят ну вот к примеру просили показать теплицу как там она вот смотрите еще баклажаны вот уже третий ярус вот баклажанчики нормальные вот здесь вот видите вот там выше вот уже ветки ветки даже поломались вот они какие баклажаны вот видно вот это уже конец сентября но баклажаны еще висят это уже третий третий ярус да к слову сказать сегодня у нас двадцать восьмое сентября что касается помидор уже похвалиться нечем вот они остались последние яблоки вот видите листья еще вот в некоторых местах зеленые верхушки уже вот подмерзли потому что молодые молодые листья а ночью температура уже держится там три-шесть градусов так что все уже замерзает и вот они помидоры видите вот они да сентябрь нас в этом году не радует еще висят но уже вот это самая плохая осень из скажем так последних десяти лет вот ну похвалиться нечем но помидоры еще вот они висят видите не больные вот вот они фитофторы нет но листья листья уже все а помидоры еще вот вот я вам кисть сорвал вот они больных помидор нет ну и как вы понимаете сами вот от этого вот всего урожая ждать не приходится нужно это все выдергивать просто-напросто рыхлить землю посыпать перегноем из расчета одно ведро на два погонных метра грядки или ведро на квадратный метр и полить байкалом или же настоем сорняков то есть чтобы это все перепрело перегнило и по весне у вас была хорошая плодородная земля и на следующий год я в этой теплице буду сажать огурцы помидоры будут в следующей теплице почему чтобы во-первых это применяем севоборот во-вторых все болезни которые которыми болеют помидоры не болеют огурцы то есть мы поменяли и тем самым предохраняем наше растение от повторного заражения и от лишних болезней которые преследуют этот вид растений посмотрите какая роза выросла за два года первый год был черенок из черенка выросла плеть а на следующий год вот в этом году посмотрите какая какая роза выросла обалденная я вот теперь боюсь ее пересаживать и вот она уже цветет по третьему разу вот какие побеги по 3 с лишним по 3 с лишним метра потому что высадим на улицу теперь страшно ее высаживать потому что она не вызрела еще до конца вот эти вот ветки они точно замерзнут ну еще попробуем оборвать и укрыть посадить поглубже оборвем листья и замотаем плотно бумагой и вот посмотрите земляника которую посеяли в конце мая вот она уже начала зацветать даже даже еще в горшочках вот на мне кстати даже ягодки были мы с Дашей срывали да и мы пока никак ее не можем пересадить места не найдем а сеяли ее в конце мая и еще хочу вам интересную вещь показать посмотрите вот посеялось семечки киви зернышко киви вот уже какая выросла лоза или как плеть вот видите ее еще нужно укрыть чтобы она перезимовала ну и на следующий год я думаю уже будем будем выращивать киви можем ты в этом уверен да будем их объедаться а почему нет на Украине выращивают а у нас нет ну я смотрю и в Анапе и в Сочи ну а чем мы хуже если у нас есть теплица да если у нас есть теплица это наш Миша он у нас очень пушистый лохматый свалялся мы его летом подстригли чуть ли не на лысого и вот посмотрите до осени он успел обрасти такая шерстка у него прям мягенькая да медведь хороший помните весной мы сажали вместе с вами клематисы размножали их черенкованием и вот смотрите не все конечно но некоторые дали корни и вот уже плети смотрите какие большие выросли и вот еще до сих пор они у нас прикрыты стаканчиками мы их оставим в зиму прямо в теплице а уже по весне высадим в открытый грунт на постоянное место так что берите на вооружение этот способ он простой незатратный а результаты свои дает как уже говорили сегодня 28 сентября достаточно холодно и смотрите земляника вот точно не скажу то ли барон солимахер то ли руяна вот здесь два сорта они уже перемешались немножко поэтому сложно сказать до сих пор в цвету если не будет заморозков то ягоды будут и мы до сих пор собираем с дочкой урожай и посмотрите ягодки достаточно крупные вот они уже сами листочки на кустах начинают подсыхать а ягоды все еще завязываются и вызревают не будет заморозка еще чем угоститься и полакомиться и вот посмотрите еще крупноплодная земляника тоже у нас есть некоторые сорта ремонтантные которые плодоносят по нескольку раз в год и вот здесь немножко я ее запустила у нас целая неделя и даже две были дождливые на улицу вообще носу не хотела сказать и поэтому очень много усов и вот что я хотела показать цветет кустик в конце сентября даже такого холодного и дождливого и завязывает ягодки и еще у меня есть вот такой сорт с розовыми цветочками один кустик тоже очень интересный по второму разу цветет на этом давайте закончим я думаю мы еще увидимся до новых встреч на канале дела огородные заходите к нам еще до свидания пока пока пока